Любая новая приставка в жизни каждого ребёнка, это нереальное событие, сопровождающиеся безграничным весельем. Или нет. И, наверное, у меня одно из самых запоминающихся событий, связанных с приставками, было с первой PlayStation. Детка, я хочу от тебя эксклюзивов. Правда, это плохие воспоминания, но зато... Качественные! Эй, у меня сын в этих плохих воспоминаниях уже 20 лет ходит. Мерите эти шаги, вы не найдёте его. Рот целовал! А можно чем-нибудь прикрыться? Да, Мерита, кому ты тут нужен? Никто на тебя не смотрит. Господи, как я устал от этих детей. Эти гнилые крыши вымруды. На швы шкутерах, блядь. О, боже мой, я не могу. Да я не могу. Мама-мама. Дорога в детдом. Роу ту за детдом. Детд холт. Нет, тут детдом. О, хорошо, до утра играли. С первой плойки от притока счастья в детский организм. Мы с братом забыли, как выглядит солнечный свет. А что, родители не выгоняли? Ну и как бы... Детишки, вам пора покушать. Не, мам, я не хочу. Я тоже. Боже, да на вас лица нет. Так, быстро выгружите. Ого, нет, мама, нет, нет, смотри, смотри, какой я бодрый. Смотри, ого, ого, смотри, 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 алло, алло, мам, алло, 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 алло. Абонент временно недоступен. Связь прервалась. Ты же явно не смотришь. Я смотрю. А, да? Мама, а ты где? Так, все, я забираю провода. Мы не сохранились. О, да, сохранение идет. Только не... Сейчас выдернет. Нет! Литва с мамкой. Да, ты живи, да? Держи, держи. И все было круто. Мы проходили Гарри Поттера на моменте с тележками, где надо было собрать монетки. Ох, как же я ненавидел этот уровень. Всегда. Нет, у меня таких мажорных игр не было. Всегда парочку, но не дособерешь. Сколько? Ээээ, 65 плюс еще 20. Ладно, заткнись. Я устал пытаться и ушел погулять. А вот брат решил поиграть еще. И открыв крышку, он перешагивая приставку, чтобы взять другую игру, делает топ-одна смерть в аниме. А то он сломал, получается, дисковод или как-то. А, подожди, разве у него не будет работать? Крышечку сломал. А если сверху сломал, не будет работать никак? Оно, может быть, не будет, типа, как... Закройте крышку. Читать? Прежде чем воспроизвести. Закройте крышку. А крышка сломана. Други. Ломаем. И дорезаем. Хорошая передача. А теперь то, что касается вас. Разумеется, сломанную приставку не скрыть. Родители узнали. И тут выскакивает хорошо известное нам слово... Интернат. Интернат. Он же детский дом. Слово, обозначающее, что родители в гнее. И знаете, хоть это и было, все грустно, печально, потери плойки и все такое. Но я радовался, как в последний раз. Почему? Дедом? В интернат, ебуты. Так он радовался или что... А, бой. Да. Он думал, что брата отправят. Он будет один там кайфовать. Вадим, а ты никогда не хотел, чтобы... Да, я что-то говорил маме. Отпусти я в деток. В интернат, в интернат. А тебя нет, да? Все, ты ребенок. Да, я тоже так же говорил. У тебя уже за, да? Да. У меня такого нет. Я один ребенок в семье. Стоп. Ну, как же часто я слышал это слово. Интернат, это как дополнительная мотивация к действиям. Жалко, что сейчас это не работает. Ну, типа, что меня сейчас может заставить шевелиться? Ну, не знаю. Наверное, только скидки на пельмени. В моменты родительского гнева лучший вариант был уйти пожить к двоюродной сестре. И не потому, что... Это которая, собственно, прилипла. А потому, что игровой клуб был именно возле ее дома. Мы грустно поиграли на все деньги, которых у нас не было. Но были у сестры. И поэтому мы играли во всякое говно по типу Пауэрэнджеров. Слушай, пирожочек сладенький. Я плачу. А значит, мы играем в Пауэр... Ладно, я за Красного. О, Красный мой любимый. Поэтому, прежде чем его выбирать, давай я проверю, зубки ли тебе не жмут, блядь. Но пару дней. Мать позвала нас назад. И мы ничего не придумали лучше, как взять с собой сестру, чтобы она договорилась оставить нас. Прикрыла. Да, это можно было сделать по телефону, но показаться надо было в любом случае. И каково было наше удивление, что в нашем доме какой-то мелкий... Они променяли их, они их сдали в дом и несли в себе нового ребенка, понимаешь? Играет в нашу сломанную приставку. Все же играет нормально. Крышка все так же была отдельным элементом, но она была просто вставлена поверх плаги. Ну, видишь, я же говорю, ну, так, видимо, можно. И пока я муча пребывал в шоке, понимая, что тот перчик мало того, что прошел уровень с тележками в Гарри Поттере, так еще и приставка, оказывается, работает. В этот момент сестра уже договорилась взять нас еще на пару дней. Нет, я не хочу домой! Пожалуйста, еще на пару дней. Мы там играем в Пауэрэйнджеров. Они... Они так любят Пауэр... Пауэрэйнджеров. Артем всегда выбирает красного. А я говорю, ну ты умничка. Тебе... Ты так идет красный свет, блядь, штоп-тебя! Остаться дома уже был не вариант. Раз уже напрягли сестру, надо было... И уже нового ребенка завели. Но все же, зная, что плойка работает, на душе было спокойно. Даже играя во всякое... Что за перец был? Ну, понятно, кто это... Я был счастлив, ибо... Соня, Соня, Сонечка, два дня дождись меня. Спустя два дня, время отсидки подошло к концу, и... Братан, пора домой. Мы тихим, спокойным, припадочным бегом бежали домой в ожидании чего-то помрачительного, веселого, классного, сильного. Бельмяни по скидке с моим ножом. Один, ну, привет! Но, к сожалению, произошло... Он сломал! Это пацан! Этот крендель, который играл на нашей плотке... Кто это вообще? Объясните мне. ...свой диск. Он был весь в трещины, царапином, самхом со стороны севера. И он взорвался. Взорвался, блин, прямо в нашей приставке! А так торопились домой. Вскрыть нашего клоуна. Аккуратненько. Положи ложку, ты чего? О, полезла внутренность из него. Но из этого всего удивляет одно. И даже не то, что... Ого! Мистер Крыс выбирает, какой стикер отправить в Телеграме. Ну да, понимаю, их так много. И они все такие классные! И они доступны в моем Телеграм-канале. Кстати, буду рад, если зацените. Ссылка все там же в описании. А, ну так вот. Удивляет даже не то, что диск приставки реально может взорваться, а то, что приставку получилось вернуть обратно в магазин. Они вернули в магаз... Да ладно! Как они приняли? Скам. Все, так спокойно. Чел. И казалось бы, это выглядит так, будто один ребенок ударил ее на горе. Ну да. А второй ребенок чужой. Как будто бы играл на этой приставке в сломанной диске. И он взорвался! Да, и все равно приняли. И еще просто на куски. Ну вы поняли. Да. Я сказал... Казалось бы. Казалось бы. Так, Таро, сама по себе. Да, да, конечно, извините. Я просто задумался о шавухе в сырном лаваше напротив нашего магазина. Держите ваши деньги. Вау. Или вы можете порадовать ребенка и взять взамен новую приставку с ней. Ооо. Да. Все-таки глаза, как у котика Шрека. Да. Да. Ведь искренне... Конечно, деньги заберет. Это то немногое, что по-настоящему... Избирать деньги. Избирать деньги. Давайте две. В сырном лаваше, пожалуйста. Да. Он забрал деньги. Что за шавухой? Классик. Больше мяса, у меня праздник. У меня тоже как инну, пожалуйста. Вы тоже приставку отдали обратно. Я отдал детей в детдом. Серьезно? Ну тогда я угощаю. Ну расскажите, как ощущения? Уверсый, уверсый найс. Да на самом деле я тоже все ломался, а потом думаю, один раз живем. Ну и понеслась. Да, верно, верно. Спасибо за просмотр, амиго. Мне кажется, у меня была такая ситуация. Мне бы тоже дали бы приставку и забрали бы деньги. Стопудово. Знаешь что, непонятно, что за чувак такой? Да, что за крендель? Вдруг дома появился какой-то крендель. Вот такое было ощущение. Который взял еще до ломал приставку. Почему? Что за вопрос? Почему у них не было вопросов? Замена такая. Да, реально, типа я привыкнусь к своим детям, я без них не могу. Это вопрос к родителям, да? Так, ладно. Ты так быстро. Ах, ну... Слушай, мы не можем без ребенка. Есть муж на час, а это походу ребенок на пару суток. Ты типа рядуешь, знаешь, чтобы попробовать, каково это быть родителем в любую замену своим детям. Короче, вот такая вот реакция получилась. Спасибо большое за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.